МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас, дорогие телезрители! Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы, Людмила Татарова. Я Александр Рахленко. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Сегодня 11 июня. В этот день в разные времена родились многие замечательные люди, которые приобрели мировую известность в области науки, культуры и искусства. 11 июня 1811 года родился Виссарион Белинский, российский литературный критик. Белинский учился на словесном отделении философского факультета Московского университета, где вокруг него сложился кружок «Литературное общество 11-го номера». Он был инициатором ряда студенческих протестов. В сентябре 1832 года Виссарион Белинский был исключен из университета. Формально, по слабому здоровью и по ограниченности способностей. Зарабатывал на жизнь переводами и репетиторством. С марта 1833 года он стал сотрудником журнала «Телескоп» и газеты «Молва» «Надеждина». Постепенно стал ведущим критиком изданий. В 1833 году он вошел в литературно-философский кружок Станкевича. Бывал на литературных вечерах Аксакова. Виссарион Григорьевич познакомился с критиком Василием Боткиным. А в начале 1836 года с одним из идеологов народничества Бакуниным. Ограниченные средства и отсутствие условий для литературной работы принуждали Белинского часто менять адреса квартиры. Закрытие телескопа в октябре 1836 года поставило Белинского на грань нищеты. До начала 1838 года он жил на средства друзей. В марте-октябре 1838 года по приглашению Аксакова он преподавал в Константиновском межевом институте. Белинский также был неофициальным редактором журнала «Московский наблюдатель». После прекращения выпуска «Московского наблюдателя» в июне 1839 года Белинский вновь остался без средств. Получив приглашение издателя Краевского возглавить критический отдел журнала «Отечественные записки» в октябре 1839 года, он переехал в Петербург. Белинский поместил там замечательные статьи о Державине, Лермонтове, Майкове, Полежаеве, Марлинском, о русской народной поэзии и ряд больших статей о Пушкине. Между тем, здоровье Белинского, изнуряемая спешной журнальной работой, становилось все хуже и хуже. У него уже развивалась чахотка. Отношения с редакцией «Отечественных записок» стали расстраиваться. И в начале 1846 года Белинский совсем оставил журнал. Лето и осень этого года он провел вместе с артистом Щепкиным на юге России. А по возвращении в Петербург сделался постоянным сотрудником нового журнала «Современник», издание которого взяли на себя Некрасов и Панаев, собравшие вокруг себя лучшие литературные силы того времени. 11 июня 1864 года в Мюнхене в семье волторниста придворного оркестра родился Рихард Штраус, немецкий композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель. Штраусу было всего 20 лет, когда его первая симфония «Фа минор» была исполнена в Нью-Йорке. Ранние сочинения Штрауса традиционны по стилю и выдержаны в строгих классических формах. Но в 1885-86 годах его композиторский стиль пережил столь радикальную эволюцию, что в течение двух десятилетий Штраус и Дебюсси считались самыми передовыми представителями новых течений, в том числе программной музыки. Хотя Штраус сочинял почти во всех основных жанрах, главные его достижения связаны с песнями, симфоническими поэмами и операми. Количественно преобладают песни, часто объединенные в циклы или опусы, с фортепианным или оркестровым аккомпанементом. Было опубликовано свыше 30 опусов. Штраус сделал также успешную дирижерскую карьеру. Он много гастролировал, совмещая концертную деятельность с работой в Королевской опере в Берлине и Венской опере, которой Штраус руководил с 1919 по 1924 год. В ноябре 1933 года Штраус был вызван в Берлин и назначен президентом Имперской музыкальной палаты. Исполнял он эту должность до июня 1935 года. 11 июня 1910 года родился Жак-Ив Кусто. Французский исследователь Мирового океана, фотограф, режиссер, изобретатель, автор множества книг и фильмов. Кусто – пионер изучения моря путем непосредственного погружения человека в подводный мир. С 1952 года он руководил исследованиями на судне «Калипсо», а с 1985-го – на турбопарусном судне «Алкиона». В 1954 году Жак-Ив Кусто отправился на Красное море и в Индийский океан. На борту «Калипсо» среди прочих был молодой кинематографист Луи Маль. Кусто приобщил его к погружениям, и молодой человек начал снимать документальный сериал, который с успехом был показан миллионам телезрителей – «Одиссея команды Кусто». А в 1956 году вышел фильм, который до сих пор считается лучшей картиной о подводной жизни – «Мир тишины». Красное море, затем Индийский океан, Сейшельские острова, затем многочисленные съемки по всему свету в неизвестных в то время местах. Триумф фильма был невообразимый. Публика аплодировала стоя более получаса. Газеты, радио и телевидение тут же назвали фильм произведением века. «Золотая пальмовая ветвь в Каннах» и «Оскар» были получены безоговорочно. И ведь удивительное дело – на следующий год другой фильм «Кусто. История красной рыбы» получил еще один приз на Каннском фестивале и еще одного «Оскара». Третий главный приз Американской киноакадемии был получен «Кусто» за фильм «Мир без солнца». Сегодня 11 июня. Вы смотрите программу «День веков хронограф». В этот день произошло много интересных событий в области культуры и искусства. Об одном из них мы и расскажем вам. 11 июня 1858 года в Санкт-Петербурге освящен Исаакиевский собор. Автором проекта собора в 1818 году был утвержден архитектор Август Монферран. В 1821-1826 годах проект был переработан при участии Михайлова, Стасова и других российских архитекторов. Грандиозный купол собора поднялся над Петербургом на 101 метр. Выше собора в северной столице только шпиль Петропавловской крепости. Своё имя собор получил в честь преподобного Исаакия, игумена обители Далматской, жившего в IV веке. Его память отмечается православными христианами. Собор строился в течение 40 лет, начиная с 1818 года. Заложил его ещё император Александр I. Освящался он в правлении Александра II. Строительство Исаакиевского собора совпало с тем периодом в истории Петербурга, когда в архитектуре господствовал классический стиль, что нашло своё отражение и во внешнем облике здания. Исаакиевский собор, как и большинство православных храмов, пятиглавый. Его центральный купол по величине стоит на шестом месте среди подобных сооружений современного мира. Вершина его увенчана лёгкой изящной постройкой, называемой фонариком, тоже с небольшим золочёным куполком, завершённым крестом. Среди наружных украшений Исаакиевского собора прежде всего выделяются его колонны из тёмно-розового гранита. Каждая из колонн имеет высоту 17 метров, диаметр 1 метр 85 сантиметров и весит 114 тонн. Они входят в число самых гигантских в мире, уступая по размерам только Александрийской колонне в Петербурге, возведённой также по проекту Монферрана, обелиску Святого Петра в Риме и Помпейской колонне. Всего собор украшает 112 гранитных колонн. А теперь мы расскажем о погоде в этот день в разные годы и века. 11 июня 1717 года в Санкт-Петербурге случилась великая погода с моря и вода немалая. 11 июня 1899 года в Москве был отмечен абсолютный минимум температуры за этот день – минус 1 градус. Наша программа «День веков. Хронограф» подходит к концу. И самое время заглянуть в народный календарь. 11 июня по православному календарю – день памяти священномученицы Феодосии Тирской. Это день перенесения её мощей в Венецию. 17-летняя Феодосия отказалась принести жертву идолам, за что и была казнена в 308 году. В это время начинает колоситься хлеб, поэтому день и назван Феодосия-Колосница. Пришла Феодосия в Оржи-Колосья. С вами была программа «День веков. Хронограф». И помните, что каждый день – это дата. Каждый день – это имя. Каждый день – это событие.